О развитии сельского хозяйства и, в частности, о государственных мерах поддержки для фермеров говорили на заседании в Ядренском районе. На встречу с вревой главой Чуваши Олегом Николаевым и министром сельского хозяйства Сергеем Артамоновым пригласили аграриев со всей республики. Сергей Артамонов сообщил, темпы уборки в этом году опережают прошлогодние. Половина площадей уже убрана, и все же сельчанам стоит поторопиться и использовать каждый погожий день. Аграриев должен воодушевить резкий рост цен на зерно. По продовольственной пшенице отмечается рост в среднем на 14-24%. На фуражную пшеницу пока цены чуть выше прошлого года. 9 тысяч рублей за тонну против 8 тысяч 925. В прошлом году это связано с высоким предложением по данному сегменту продукции. Широкому развитию фермерства в Чувашии сегодня способствуют всевозможные меры поддержки государства. Только в этом году по инициативе Олега Николаева принят ряд новых направлений помощи селу. Однако и их еще необходимо будет совершенствовать и адаптировать под потребности сельхозпроизводителей. Ведь правительство точно так же заинтересовано в развитии фермерства. Мы эти формы будем развивать, но при этом надо бы их использовать для того, чтобы укрупняться, для того, чтобы создавать более высокотехнологичные виды продукции и занимать пока еще свободные ниши. Госпрограмма развития фермерства в Чувашии сегодня выстроена в алгоритме социального лифта. То есть начинающий фермер переходит в статус семейной фермы, а затем после объединения с другими аграриями становится участником сельхозкооперации. А это уже более широкие возможности для сбыта продукции и минимальные производственные затраты. За время действия грантовых программ каждый третий фермер Чувашии сумел воспользоваться помощью государства. А с прошлого года в республике работает новая форма поддержки – агростартап. Ее участниками могут стать как уже зарегистрировавшиеся фермеры, так и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, планирующие заняться агропредпринимательством. За два года подано 136 заявок. Сельхозпроизводители, в свою очередь, интересовались, будут ли в Чувашии увеличены субсидии для малых форм хозяйствования. В нашем регионе это была уменьшена сумма до 10 миллионов рублей, из-за того, что обращений больше не было. Там же 60 на 40, 40% софинансирование свое. Многие фермеры просто из-за отсутствия финансирования не могли участвовать, оставили до 10. Если есть востребованность, пересмотреть эту сумму, конечно, можно. Помочь фермерам и другим предпринимателям на селе сегодня также призвана новая структура. Координационный совет по развитию инвестиционной и предпринимательской активности в защите прав предпринимателей республики. Указ о его создании подписал руководитель региона. Наталья Егорова, Алексей Яникин, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.